Всем доброй ночи! Удивительное событие произошло в украинском чемпионате футбола. Президент команды Олимпийш из Донецка прервал матч своей молодежи против Востки Харпат, когда понял, что игра сливается. То есть матч был договорной, матч был на конторах. В этом в открытую сказал ведущий программы про футбол, Цыганок. Просто сам не ожидал, да и вообще-то никто не ожидал. Ну, насколько я понимаю, это уникальнейший случай. Уникальнейший. Давайте посмотрим. Сразу же оговорюсь, что видео на украинском, но тем не менее, я думаю, все все поймут. А после него я объясню смысл для тех, кто не в ладах, смогут. Переходим до Карпат, два дни и два скандали. Первый скандал стал вчера. Ну, это не то, что скандал. Я такого не помню вообще за всю историю чемпионатов Украины, и других команд, и других случаев. Посмотрите, Карпати забивали мячи у ворота Олимпика в тот момент, когда футболисты Олимпика, ну, как бы, это матч Ю-21, который просто сопровожил. Дуже легко это все вдавалось, все очень просто, мячи залетали. И в какой-то момент президенту клубу Олимпика, Владиславу Гельзяну, это все набридло, и он решил прекратить игру. Вважаю, что его футболисты играют... Не честно. Не честно, на контору. Бачите, арбитр в шоці, всі в шоці. Але Ігор Климовський, главный тренер команды. Видимо, оправдания какие-то... Нема никакого оправдания, сказал, просто все, идемо, закинчиваем... Ні, він просто каже, все, закинчиваем игру. Він просто каже про те, что все, сходите с поля и все. И вот, бачите, футболисты Олимпика, понуривши голову, пішли с поля. Я такого не памятаю. Вот, посмотрели. А смысл в том, что это уникальный случай, такого не было, и что это молодые люди, еще молодые ребята, 21 год, в некотором моменте 21 года. И они уже, ну, грубо говоря, зашкварились. То есть, как профессиональные футболисты, я не думаю, что кто-то их будет дальше рассматривать, как усиление своей команды. Не смешно. И если мы сейчас, в ближайшее время, не наведемо просто лад у этих вещей, то у нас будет это повторяться. Это Ю-21, это молодые ребята, которых сломана психика, которые ничего не боятся. Это катастрофа. Кстати, это уже не первый случай в чемпионате Украины. В прошлом году, также по осени, сколько, 14 игроков «Харьковского металлиста» тоже были замечены за игрой до конца. Договорные матчи в Украине уже не первый раз происходят. 28 апреля 2017 года было новость, что за игру, что в прошлом году, 14 футболистов были отстранены от футбола. Вот они. Сроки тоже указаны. И так же это было в молодежной первенстве. Тогда был обеспечен нужный счет в матче против Смолыни. 6-2, если я не ошибаюсь. Ну, а тогда молодые ребята из «Харьковского металлиста» говорили, что они уже полгода не получают зарплату, и поэтому они пошли на такой шаг. Как вы видите, они получили различные сроки дисквалифициации. И сейчас ее отбывают. Ну, еще более рупиющий случай произошел. Сборные в хоккейной сборной Украины, когда хоккеисты взяли деньги за то, чтобы обеспечить нужный результат. Ну, и написали расписки, разумеется, что они взяли столько тысяч долларов. Очень известный можно найти в интернете, он, в принципе, никем не оспаривается. Ну, то есть, сходство, да, сходство, сходство высшей меры. В нашей стране, к сожалению, тоже это есть. Есть такие факты. И вот недавно в Комсомольске-на-Амуре в команде «Смена» два человека были очислены после того, как они попались в игре на Бокнаггерской конторе. Ставили, по-моему, против своей команды. Но сам вот по себе случай, господин Гельзин, президент Олимпида, он создал прецедент. Понимаете, он не испугался. Не испугался того, что он вынесет все разы сбы. Он его вынес. Он об этом заявил во всеуслышанность, что такая проблема существует. И что с этим надо бороться. Просто надо бороться. Нельзя этого замалчивать. Если замалчивать, проблемы никуда не денутся. Он поступил как мужик. Даже не мужик. Он поступил как человек с большой битой. У меня все. Всем спокойной ночи. Оставайтесь с людьми. Субтитры создал DimaTorzok